Помимо всеми любимого кулича и мяса игнёнка, на пасхальном столе часто появляется и крольчатина. В этом году команда Ньюсмейкер отправилась в село Ишновец Криулянского района в гости к Михаилу Салтаничу, который разводит ушастых зверьков. По его словам, небольшим бизнесом он занялся три года назад. Всё началось с одного единственного кролика. Один друг из села передал мне кролика. Я пошёл к нему в период пасхальных праздников, и он зарезал нескольких кроликов, и для продажи, и для себя. Дал мне одного живого и сказал, возьми домой, чтобы на Пасху и на твоём столе был кролик. Я принёс домой, думал зарезать и приготовить, но жене он понравился, и она сказала оставить. Будем разводить своих кроликов. В течение всего периода Михаил постоянно сталкивался с трудностями, но не опустил руки и продолжил ухаживать за кроликами и улучшать условия их содержания. Сложностей много. Когда мы только начали, было очень трудно. Многие умерли. Мы не знали тонкостей, как правильно кормить, как правильно давать воду. Было тяжело, потому что однажды одновременно с подорожанием света подорожал и корм для кроликов. Мы не можем поднимать цены. Если поднимем, то потеряем клиентов. Сейчас на мини-ферме мужчины растут 83 кролика. В будущем заводчик планирует расширять бизнес и модернизировать его, однако нужны деньги. По этой причине Михаил рассчитывает получить грант или найти другой источник финансирования. Мы будем поддаваться на грант или куда-то, чтобы получить помощь и делать все по европейским стандартам, чтобы все автоматизировать и стало меньше работы, чем сейчас. Михаил утверждает, что не ест мясо кролика, потому что ему жаль животных. Он продает зверьков друзьям и тем, кто хочет диетический, свежий и качественный продукт по доступной цене. Килограмм крольчатины стоит 130 леев. В этом году заказы начали поступать за две недели до Пасхи. Справиться с нагрузкой по уходу за кроликами мужчине помогает вся семья. Кролики у нас для души. После основной работы мы занимаемся ими. Я работаю на стройке, а это для меня хобби. Участвует вся семья. Если я не успеваю, есть супруга. Есть мой 14-летний сын, который приходит за школы, дает им воду, проверяет, у кого корм закончился, помогает с уборкой. Мясо кролика на пасхальном столе и сегодня считается символом плодородия и начинаний, что делает его подходящим выбором для этого праздника, посвященного прежде всего Возрождению. Субтитры создавал DimaTorzok